За год блокировки таких социальных сетей, как Instagram и Facebook, по данным исследовательской компании Mediscope, охват аудитории упал в пять раз, сравнивая с показателем за февраль 2022 года. Напомним, что данные социальные сети принадлежат компании Meta, которая после начала специально военной операции была признана экстремистской организацией. Вслед за этим последовала блокировка Instagram и Facebook на территории России. Россияне стали не только реже заходить, но и меньше проводить времени в заблокированных социальных сетях, что нельзя сказать о платформах Telegram и Яндекс.Дзен, которые, наоборот, сейчас активно набирают рост пользователей. Действительно, многие перебрались в Telegram. Может быть, это был не резкий переход, как вкол-выкол переключатель. Просто так людям комфортнее стало потреблять информацию в том числе. Также после ухода из России Instagram и Facebook еще большую популярность обрели такие социальные сети, как ВКонтакте и Одноклассники. Но молодое поколение, судя по охватам, все же отдает предпочтение Telegram и Яндекс.Дзен. Сюда же перешли многие успешные блогеры, которые умеют писать интересные тексты, прикрепляя свои фото. Они делают интересные живые видео в целом, тем самым создают контент, который цепляет молодежь. Telegram в плане фишек, в плане функций «Новатор». И уже остальные повторяют. Особенно, если мы говорим про мессенджеры. Сравниваем с тем же WhatsApp, то в Telegram множество функций, которых нет в других мессенджерах. Отметим, что в наше время социальные сети играют огромную роль в жизни людей. Основная причина их активности – это наблюдение за качественным новостным и развлекательным контентом. Это возможность общаться с друзьями даже на расстоянии, прослушивание музыки, а также доступность информации.